Курбан-Байрам отмечают в Новосибирске. Накануне тысячи верующих посетили мечети, где прошла утренняя проповедь. Затем обязательный для мусульман обряд жертвоприношения. И три дня в почете, гостеприимство и помощь бедным. Это традиция. Традиционно праздник начинается с намаза. В новосибирских мечетях его провели ровно в 8 утра. День жертвоприношения – это праздник любви к людям. Согласно Корану, пророк Ибрагим в этот день должен был принести в жертву своего сына. Но ему было дозволено заменить его на ягненка. Мы все братья и сестры по происхождению. Веры у всех разные, но потом мы относимся друг к другу, как братья и сестры по вере. Мне сегодня хотелось бы призвать людей к тому, чтобы мы ставили значение. Русский ты, татарин ты, узбек или таджик. А хотелось бы объединиться и жить так, как нам завещал Всевышний. В религиозных текстах прописаны четкие правила обращения с жертвенными животными и их мясом. От одной семьи один баран. Верблюда и коровы ценятся дороже. На них могут складываться до семи семей. В тушку положено разделить на три части. Одну из них оставить себе, вторую раздать бедным или, например, отдать в детский дом. А третью приготовить и угостить родных и близких. Человек любой религии, оказавшийся у мусульман дома или в мечети, не останется голодным в эти дни. Как правило, или покупаем и приносим набойную, или сами режем. Одну из двух. Так как я живу там в сельской местности, нам проще. То есть мы можем и дома это сделать. То есть после праздника, после того, как пришли с мечети, это можно сделать и у себя во дворе. В этом году Курбан-Байрам отмечают с 11 по 14 августа. Для мусульман это считается идеальным временем, чтобы съездить к родственникам. Так многие и поступают. А в некоторых регионах России сегодня и завтра выходной. Дмитрий Антипов, Артем Валевич. Новости ОТС.